Сотрудники дорожной полиции продолжают серию рейдов по выявлению пьяных водителей. К этому их подталкивает затянувшееся застолье, которое не прервало в некоторых случаях даже короткая рабочая неделя и статистика. С начала года под градусом за рулем были пойманы несколько десятков человек. Артем Забралин выехал с сотрудниками ГИБДД в Новгородский район. Рейд прошел масштабный. Инспекторы ДПС на четырех служебных иномарках, доехав до села Старая Ракома, принялись проверять водителей на трезвость. Пятничный вечер – самое подходящее для этого время. Если при проверке документов инспектор замечает за водителем один из признаков опьянения, странный взгляд, покраснение кожи лица или частые изменения позы, водителю предстоит проверка, которую проводят с помощью специального прибора. Берется наш приборчик, берется одноразовый, может, ручок, который упакован в целлофановый пакетик специальный. При понятых он вскрывается, вставляется сюда в приборчик и производится уже измерение. Но кроме алкогольного, бывает опьянение и наркотическое. К нему инспекторы относятся куда более серьезно. Если в ГИБДД поступила информация от спецслужб или обычных граждан, что какой-то водитель употребляет различные вещества, о нем могут навести справки, узнать, где он живет, где работает, каким маршрутом чаще всего передвигается, и после этого выставить на его пути патруль. Данное мероприятие не направлено на наказание водителей, оно направлено на профилактику, на обеспечение безопасности дорожного движения, на предупреждение пресечения правил нарушения. То есть главная задача это сделать так, чтобы водители меньше нарушали. За этот год это уже четвертый масштабный рейд, а всего с начала месяца в Новгородской области в нетрезвом состоянии были задержаны 86 водителей. Но по словам сотрудников ГИБДД, в том числе и с помощью подобных акций, в последние годы сильно снизилось количество пьяных за рулем. Этому способствует и ужесточение наказаний. Кроме лишения прав, нарушителя ждет штраф в 30 тысяч рублей, а экзамен на знание ПДД после истечения срока лишения сдавать придется заново. Артем Забралин, Галуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.